Девушки отдыхают Это про джетто Все остальные же средние танки мало того, что не нужны пока есть итальянец Так и отыгрывать и фармить сейчас с нынешним балансом на них в десятки раз сложнее, чем на тех же ПТ и ТТ Которые я как раз зачастую и советую приобретать Ну а герой дня, Центурион 5.1 Несмотря на все мои слова сейчас против него Танчик этот вполне неплохой Что примечательно, он получше того же прокачиваемого Центуриона будет И вообще мне эта машина дико нравится, хотя бы своим внешним видом Но вы посмотрите на него Танк не обезображен, так сказать, экранами по всему корпусу Как в случае с прокачиваемым Центом И поэтому выглядит он вполне неплохо Плюс этот фонарь на стволе и всякие эти сетки Там куча всякого барахла лежит Все это так гармонично и достаточно красиво вписывается в его модельку Ну давайте уже к ТТХ Пушка здесь абсолютно одинаковая на всех центурообразных, если так можно выразиться, танках 5.1, обычный Центурион, Прима Виктория, ФВ-4202 Ничем не различаются орудия Неплохая точность 0.32 Время сведения 2.2 секунды Стабилизация при этом, ну вроде ничего так Но хотелось бы от движения корпуса, чтобы чуть поменьше круг разлетался В остальном, ну вроде приемлемо Стрелять вполне комфортно Бронепробитие 226 мм базовыми ББшками Когда-то, кстати, прокачиваемый Центурион и был тем хорош среди СТшек У него одного было пронепробитие выше 200 и значительно выше Сейчас же этими цифрами особо никого не удивишь Подкалиберы 258 мм пробивают Но зачастую ББшек вам будет вполне на бой хватать У ВН, кстати, еще минус 10 градусов Вкупе с нашей бронированной башней Но об этом чуть позже Можно прекрасно от холмов таким образом отыгрывать Но вот наша Альфа 230 Я понимаю, что она сбалансирована другими ТТХ Но у вас будут бои, когда вы вроде бы уже хренову тучу выстрелов сделали А у вас там, вы смотрите на лог урона У вас только 1800 урона Поэтому на постоянке этот танчик катать и фармить исключительно на нем не стоит Очень сильно он надоедает И это пульканье, ну, прям быстро вам достаточно надоест Поэтому как единственный прям его ни в коем случае не стоит себе брать В остальном же орудие комфортное Напомню, ББшки пробивают 226 мм Значит, фармить на этой машинке определенно можно По броне отметим Хотел вам модельку показать Но на сайте, где я обычно смотрю, что-то явно пошло не так Но на самом деле этого даже будет достаточно Чтобы показать, что я хочу ВЛД 120 мм под наклонами Дает приведенки около 200 и, ну, местами выше В зависимости от того, как противник смотрит на нас Ни у одного другого цента и, ну, центурионообразного танка Такого прочного ВЛД нету И от него действительно порой отлетают снаряды Даже восьмых и девятых уровней Но полагаться на него стоит, разумеется, только при игре Исключительно в топе С шестерками, там, с семерками А так это будет, ну, дополнительный бонус Который порой вам сохранит немножко хп Или спасет жизнь Ну, башню тут уже не так важно видеть ее Она точно такая же, как и на всех других танчиках 254 мм во лбу И приведенка примерно такая же То есть восьмерки и девятки на ББ мы стабильно танкуем Но девятки на Галде и десятки уже от нашей брони не оставляют и следа Однако в любом случае, вкупе с нашими УВН Игра от башни и от холмов тут действительно приветствуется По динамике танчик такой Середнячок среди СТ Ну, катается по карте он, на самом деле, вполне уверенно Отъехать, занять другую позицию Там, базу поехать, задефить Никаких проблем на нем с этим не составит Но, опять же, машинка не самая динамичная среди СТ Но уже не самая медленная Прям такой посерединке чистый танчик расположился Ну и приятный бонус Обзор 400 метров поможет вам дополнительно фармиться за счет подсвета Да и плюс сами себе можете в случае необходимости подсветить и пострелять Ну и по модулям тут, соответственно, досылатель, стабилизатор и оптика обычно ставятся По итогу, как геймплейно играется эта машинка А, по сути, это самый классический, что ни на есть, средний танк Катаемся мы на направлении СТ С тяжами нам делать особо нечего Там ни альфы, ни толком конкретной брони у нас нет С ПТшками где-то в кустах вдали стоять тоже тут особого смысла не имеется Но вот любые позиции от башни, от УВН на этом танчике занимать просто необходимо И уже отыгрывать именно от них В общем, это не машина первой линии Это такой танчик поддержки Который на самом деле достаточно сильно приближен к острию атаки Стоять вдали и в кустах на нем тоже не стоит Как уже повторюсь, в этом нет особого смысла Но, опять же, одному на направлении нам делать тоже нечего Идеальный вариант, когда мы с несколькими союзными СТшками поехали на фланг И там уже перестреливаемся Ну и для кого эта машинка подойдет? А больше для любителей именно средних танков И тех, кто хочет покачать, ну, разве что экипаж на британские СТ Вот для них, да, может быть, эта машинка зайдет В остальных случаях этот танк сильно на любителя Мне он действительно очень нравится Но я понимаю, что таких, как я, явно меньшинство Поэтому советовать его покупать достаточно сложно Машинка эта интересная, непростая Довольно быстро надоедает за счет своей альфы Поэтому, как единственный прем в ангар, ее действительно не стоит брать Но для тех, кто уже многое повидал и на всем поиграл Танчик это действительно стоящий И с не совсем типичным, не совсем обычным геймплеем Плюс картошка сегодня не пожадничала И этот танк еще, ну, более-менее стоит не так дорого, как предыдущие наборы Ну, а я вам, если что, этого не говорил Ну, а у меня на сегодня все Пишите, что вы думаете по этому поводу Может быть, я что-то забыл упомянуть Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь И увидимся в следующих видосах Моу!